Всем привет! Пять лет я говорила и себе, и всем окружающим русскоязычным, что, конечно же, когда-нибудь я опять запишу видео на русском. Просто не сейчас, не на этой неделе, не в этом месяце. И так прошло пять лет. Я уже давно-давно-давно обещаю своей бабушке, что я запишу видео на русском, потому что она смотрит мои видео на турецком и на английском, совсем не понимая, о чем я там вообще всем рассказываю. И я все это откладывала-откладывала и решила, что все-таки тот день пришел, и я просто возьму и на этой неделе запишу видео. Так что, если сегодня 29 июля, если я все-таки успела смонтировать видео до 29 июля, то бабушка с днем рождения. Это видео для тебя. Волнуюсь, не буду больше ничего рассказывать, так что это видео будет, наверное, слегка состоять из каких-то отрывков, вообще, что произошло на этой неделе, потому что эта неделя была очень необычной. У меня очень большие события. Вы это все увидите в течение нескольких минут в следующих кадрах. Надеюсь, что вам понравится это видео. Я буду очень рада, если вы меня поддержите, прокомментируете, подпишитесь. Можете даже подписаться на мой турецкий канал. Мне будет, правда, очень приятно. Так что, всем спасибо за просмотр заранее. Всем пока. Надеюсь, что это видео будет не последним. Всем доброе утро. Сегодня понедельник, 8.30 утра. Мне очень непривычно разговаривать на русском, но потому у меня такая улыбка странная. Я не знаю, я как-то волнуюсь, наверное. Хорошее утро начинается с того, что... Ну, во-первых, с хорошего кофе, во-вторых, с того, что мы едем в Монтак. Алло, мам, привет. Привет, доченька. Я снимаю сейчас видео на русском. Молодец, как мы тоже с тобой скучаем. Вот, так что... Ты рада. Ты рада, да, я знаю. Ну, конечно. Если ты более тебе хочется, а когда что-то хочешь, надо делать, мне кажется. Я согласна с тобой, мам. Когда чего-то хочется, надо делать. Молодец. Мы проехали большую часть дороги и остановились сейчас в Хэмптонс в кафе, потому что у меня каждый день с 12 до 3 онлайн-класс, который я прохожу онлайн из-за коронавируса. Так бы я должна была ходить летом в университет. Я, в общем-то, сама, если честно, на это навязалась, чтобы облегчить себе следующий семестр. Летом я прохожу 2 онлайн-класса в более интенсивной корме. Вот. И мы выработали такую себе мини-схему. Мы выезжаем примерно в 9. В 11 мы доезжаем до Хэмптонс. Садимся на 3 часа в это кафе. Я прохожу тут свой класс онлайн. И уже потом еще час примерно мы едем до Монтак. До самого Монтак. Монтак, кстати, это такой очень маленький городок. Там всего лишь проживают 3000 человек. Это город в штате Нью-Йорк. Примерно в 3-х часовой езде. В 3-х, 3,5 часовой езде от города Нью-Йорк-сити. Я на своей виртуальной перемене. Скоро уже она закончится. Потом у меня еще примерно будет полчаса занятия. И мы уже поедем в Монтак. Я очень хочу наконец-то дойти до воды, до пляжа, до океана. Очень жарко сегодня, 35 градусов в Нью-Йорке. Это ощущается, конечно, еще хуже. Тут чуть-чуть прохладнее, но все же жарко. Я очень легко сгораю, так что пытаюсь как можно осторожно с этим быть. В общем, что-то я заговорилась и пошла я уже на свой класс обратно. Мы наконец-то доехали в Монтак, сейчас попушили и пойдем на пляж. Люди, правда, уже возвращаются. Сейчас, по-моему, время идет к пяти вечера. Но до этого было, если честно, очень жарко. Так что мы любим так ходить либо очень рано утром, либо уже после обеда. Вот. Что про Монтак можно сказать интересного? Монтак находится на самой крайней точке полуострова Лонг Айленд. И из-за того, что он находится прямо на самой-самой-самой крайней точке, у него прозвище Конец Света. Вот. Не знаю, зачем вам эта информация, но если кому-то интересно... Еще, кстати, в Монтак вроде бы снимали два каких-то сериала. Если честно, я оба не смотрела, но каждый раз, когда я отмечаю тут какую-нибудь фотографию, мне все подписчики пишут, что типа, о, там снимали там такой-то сериал. По-моему, один из них называется The Affair. Вот. Так что, если вы тоже смотрели, дайте мне знать. Сообразила взять никакую другую сумку. Она выглядела красиво, пока она была на белой футболке, моя леопардовая. Но теперь я выгляжу, как будто я сбежала из джунглей. Вся такая пестрая, вся какая-то в цветах и леопарде. Но ничего. Представляете, мы хотели пройти туда, чтобы встретить закат, а тут вот оно что. Да, наверное, все-таки... Если нас оштрафуют... Ребят, я не знаю, что и как сказать, но... Посмотрите, какой закат красивый. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас 6 утра. Мы очень рано проснулись, но, если честно, я проснулась вообще в 3. Керем проснулся примерно сразу же после меня. И мы поехали сначала встречать рассвет, потом уже дождались сейчас открытия одного кофешапа. Прошли в 7 утра на пляж. Пока еще почти никого нет. Буквально пару людей и мы. Мы возвращаемся домой, в Нью-Йорк. И простите меня все, кто за здоровый образ жизни, конечно. Но мы посреди дороги остановились и взяли в Антонасе. Отмечаем как надо. Я, кстати, тоже здоровый образ жизни. Не знаю, абсолютно. Most of the time. В основном. Но иногда можно. Наверное. Кто сказал, что нельзя? Спасибо, дорогая. Деловая. Деловая. У Маши любимое место у нас посидеть это перед дверью, перед велосипедом на полу. Как бы я не знаю, не то чтобы я ее не впускала, но как бы я предлагаю пройти обычно. Потому что я не хочу разуваться, недолго снимать потери. Я, ну, как бы, не, чтобы люди не подумали, что я тебя не беру дальше порога. Как бы, знаете, что я предлагаю, но она выбирает посидеть там. Да, я выбираю. Это мой собственный выбор. Оставаться под дверью. Да, почему бы нет? Зато красиво. Сижу. Да. Как раз ты подходишь под цвет стены и, ну, так гармонично смотришься. Я блогер, я выбираю специальные себе локейшины, где я присаживаюсь, встаю, чтобы все так эстетично спрошилось. Что ты думаешь насчет того, что это мой третий ютуб-канал? Ну, я думаю, когда ты уже четвертый заведешь, тебе же одного канала мало. Ну, да. Я один не могу везти, а ты вот три ведешь. Это как вообще такое понимать? В общем, сейчас уже вечер четверга. Сегодня, если честно, весь день прошел за компьютером. У нас был сегодня, ну, точнее, у меня был сегодня самый такой последний интенсивный день занятий. У меня было две презентации. Если честно, занятия окончаются в понедельник следующий, но, как бы, уже до понедельника мне буквально осталось дописать только два эссе. И, вроде бы, все. Как бы, уже, наконец-то, кончаются мои летние классы. И потом у меня будет почти месяц времени без каких-либо классов, без университета. Но, речь сейчас не о том, мы уже в дверях почти, идем к нашим друзьям на ужин. Они нас пригласили. В общем, мы, как бы, давно еще и не видели. Ну, не то, чтобы давно, мы месяц уже практически не виделись из-за моей учебы. Но еще и, конечно, отметить наши события. Вот. Если честно, я не знаю, какой из этого вообще влог получается, потому что мне кажется, что я как-то очень рандомно снимаю то там, то сям. Но, надеюсь, что все-таки как-то интересно смотреть. Надеюсь, надеюсь на это. Если, если да, то дайте мне знать. Мы сейчас приехали на Upper West Side. Это, в общем-то, ровно противоположно от того, где мы живем. Мы живем на Upper East Side, то есть на верхней южной стороне Манхэттена. И наши друзья живут примерно на параллельной же улице, только с другой стороны. И между нами... И между нами получается центральный парк. И мы иногда встречаемся посередине в центральном парке для каких-нибудь пикников и так далее. А иногда, короче, пересекаем Манхэттен и встречаемся у друг друга дома. Что-то я еще просто хотела сказать, когда начинала. Я к чему-то это вела, но не помню. Ну ладно, короче, вспомню, скажу. Парк-коррегий, много. Что-то отверстие. Что-то там находится. Ты действительно сходишь к чему-то? Нет, нет, это здесь. Нет! Нет, нет! 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 Я не могу сказать, что ты украл. Я не знаю, что я проверил. Я проверил. Вы можете сделать это. Это будет очень мягко. Ну, это не так. Пожалуйста, здесь вы не можете. Я не знаю, что ты не знаешь. Я не знаю. Я не знаю, что ты не знаешь. Я не знаю. Это происходит. Субтитры сделал DimaTorzok Мы попали под дождь, точнее мы не попали под дождь, мы вовремя зашли под крышу Зары сейчас, но очень сильные молнии и дождь, ливень просто, так что мы не знаем как быть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кстати, на улице, если честно, очень жарко должно быть, но я все-таки решила дополнить свой такой образ и надеть на себя джинсовую куртку. С Машей пришли в наш любимый ресторан, наш дейтинг-спот. Дейтинг-спот. Да, сидим. Госсип-герл на Upper East Side. Госсип-герл на Upper East Side. Сейчас как раз время заката, так что так красиво. Свет попадает на здание. Это называется Vlogception. Блогер-блогер. Смотрите, вот что это такое. Вообще, какой-то ужас, ребят. Дружат блогеры. Маша за мной ухаживает. Так приятно. Даже я смогу вообще, знаешь, как меня научили друзья прям вот так вот, прям по-профессиональному делать. Профессионально сделала, здравствуйте. Ой, пёс-маркетая. Бывает что такое? Бывает, Маша, все бывает в жизни. Я решила выпендриться и получилось все как всегда. Как всегда. КОНЕЦ